всем привет любители автоспорта давненько давненько мы с вами не виделись ну что же мы снова возвращаемся к вам и восьмой этапа мкс печатниках а вот так вот неожиданно эта трасса появилась у нас а и что же дайджест как обычно сейчас немного по-другому у нас все прошло интервью были такие не запланированные и дебютанты были выбраны рандомно в итоге только один дебютант отдал интервью нам так что смотрим его а как ты узнал про мкс и почему решил поучаствовать от него узнал решил поучаствовать потому что машины интересны только из-за этого то есть другие гонках не будешь не вообще мне понравилось то в целом вставать рано на вставать рано не хочется а так вообще клёво и он так увлекся что даже потерял пидстоп на последнем круге только заехал кайфово еще каких-нибудь гонках участвуешь тайм атак в кузове катаю вот так тоже для себя а так в основном просто трогни картинг ротик сына в целом как гонка понравилась желание приехать еще есть есть супер все кайфово очень понравилось я советую конечно маяк 8 утра на маяк не так 8 утра это спасибо и решил я не трогать пока руководители команд но по сериям конечно же пробежался и сразу два пилота серия light и медиума решили дать мне интервью одновременно поэтому смотрим ну давай с тебя начнем интересно как ты себя чувствуешь в команде стоп ангу с такими возрастными пилотами нет ли такого что там как белая ворона ну пока что нет но уже такие подозрения у них есть потому что было несколько инцидентов как меня чуть-чуть за это ругали но пока что более-менее еще не выгоняют как дела у тебя в заде да отлично до приняли очень хорошо сейчас вроде тренируют помогают подсказывать так что в заде замечательно смотри у вас одинаковые комбезы вас как вы говорили путают периодически вы не сговариваешь их покупать не я всех впервые купил то есть это вот это так получилось повторяй как так получилось ну как у меня до этого был более старенький комбез оранжевый взял более новенький тоже оранжевый а потом оказалось я к сожалению увидела него на следующий день то что чуть-чуть так получилось что с этой трассы как у тебя к ней отношения не книг на отношения но в целом хорошие но есть косяки то есть надеюсь что хотя бы там финал c у трассы косяки у меня косяки трасса замечательные осталось только самому на ней проехать нормальный идеальных машинках как себя чувствуешь плоховато я не очень люблю супер спорт что и в миксе что и здесь мне он не понятен я больше по среднему спорт тот же вопрос как по трассе ну как трасса более-менее знакома один этап драйва неделю назад ехали 300 кругов здесь и завтра предстоит марафон поэтому более-менее знакомая территория машины машины как обычно есть дрова есть ракеты но пока что обычно с этим не везет принципиальной разницы у тебя нету там соде не соде да тебе пофиг вообще ну как разница есть потому что здесь 15 лошадиных сил все-таки спрашиваю тебе на чем комфортно ну как некоторые машины тут едут как соде я что побыстрее это уже суперспорт а что сразу передает краткость сестра таланта не забыл чего тебя хотел спросить а ты прям максимально много везде гоняешь там настолько что у тебя даже бы не совсем нет да я смотрю на одни видосы только выкладываешь а вот где у тебя результаты лучше всего на этаже гонки да я в принципе сам не помню ну как более-менее получаются гонки надо ям как не приезжают там постоянно подиумы все такое но там скорее всего фортуна хорошо работает еще быстрей машины попадаются так что так ну а ты где-нибудь еще бываешь кроме мкс я но в том году был ауман и микс лайт в целом все потому что денег не особо много и коплю на следует на этот сезон микс латы его возможно и мол поеду а если планы на следующий сезон вы какие-то по поводу мкс мкс ну так же ехать и уже больше тренироваться и улучшать свои результаты на ту же команду скорее ну если оставят туда тот же вопрос примерно такой же ответ желаю вам хорошего оранжевого настроения пилот серии абсолют никита данилов новорусский отдал нам очень хорошее содержательное интервью давайте посмотрим его а что и стандартный вопрос к питерскому пилота почему ты едешь не за питерскую команду но потому что у нас как бы не собирается питерская команда хочется ехать за свою команду на она не изъявляет желание выступать чемпионате мкс поэтому я единственный представитель своей команды соответственно если быть одним представителем ну нет никакого смысла поэтому я еду уже какой третий сезон за какой-то из команд семейства хаммертайм пару гонок назад я брал интервью у максима симашка и он сказал что московские пилоты едут жестко в отличии от вас и вы увидели как едет к симашка на недавней гонке как ты это прокомментируешь слушай я бы не стал однозначно там обвинять максима потому что он там скакал по газону и на газоне если честно когда ты прыгаешь машин остановить очень сложно вида что он предпринимал какие-то попытки к тому чтобы избежать столкновения поэтому я бы не стал судить однозначно что он намеренно выбивал но такой спорный момент мне так не показалось не показалось я не я думаю может быть там и были какие-то варианты у него избежать столкновения может быть но там была такая ситуация что может быть какой-то маневр рулем он какое-то движение неправильно сделал но не считаю что он намеренно выбивал соперника чтобы давать дисквалификацию я думаю что это просто течение обстоятельств его выбросили за пределы трассы а там на точках на газоне затормозить очень сложно вот а по поводу поведение пилотов на трассе но я считаю что у нас петербурге все-таки поспокойнее едут очень работаем усиленно над этим штрафуем жестко у нас за последние гонки за грубую езду уже несколько дисквалификации было то есть люди приходят новые они начинают ехать быстро начинают жестить сразу осаживаем накидываем дисквалификации накидываем много секунд штрафа ну как бы как положено по правилам без каких-то там предубеждений и потом следующие гонки они уже едут по культуре не потому что раньше честно говоря у нас тоже было не очень приятно доходило до всяких неприятных вещей сейчас стало пореже это все людей новых очень много стало поэтому нужно нужно сразу учить у себя дома ты один из топовых пилотов а вот в мкс приезжаешь как и не удается тебе на подиум попасть почему да слушай а у тебя дома не езжи никуда где этом топовый пилот я сколько смотрю но может быть час нет в те времена когда мы тебя узнали я постоянно видел тебя где-то обводил я тогда ездил сейчас я не езжу поэтому я там ничего не могу сказать здесь только чего я приезжаю на трассу большинстве случаев я трассу вижу первые вот в рязани объективно конечно нам надо было куда-то заезжает там с клопкой не сложилось у меня проткнул с хвоста финал б и честно говоря собирался финала точно так же проткнуть но как-то не сложилось вот маяки я был третий раз в жизни давайте на ферсановке ну хорошо второй раз жизни в принципе там уже вкатился ну чё-то немножко там да не получилось в принципе но мне не нравится борьбу которую ведут пилоты мкс у нас бы в петербурге за это очень очень много штраф надавали я помню последний этап который был мкс петербурге ну штрафов было что-то больше ста ну то есть мое мнение что в мкс пилоты ведут себя очень грубо и за многое надо давать штрафы а штраф я не вижу я так не атакую по крайней мере как атакует в мкс особенно в маяке маяке самые грубые гонки вот то что вот я видел самые грубые гонки именно там ты уже проехал тренировки как тебе машина как тебе трассу просто раз интересно после первого заезда честно говоря не сразу все сообразил как что ехать за первые 10 минут на есть принципиальная позиция не смотреть он горды поэтому я как бы с чистого листа и 1 минут 7 я просто запоминал повороты последние там три минутки пытался как-то что-то разобраться вообще откуда заходить дальше все вроде пошло но машины машины отличные единственное что как бы ну пугает иногда проблемы с тормозами и вот прямики если поправится машинка такая немножко без мотора но тяжело конечно держаться вот но в целом как бы неплохо техника очень нравится это я уже много раз говорил в трансляциях тоже в том числе что вот эта техника она самая самая классная для пилота микс картинку реально самая классная машина она очень хорошо управляется очень хорошо рулится вот иди вот тормоза бы еще и наладить было бы классно потому что на какой-то машине вроде все хорошо с тормозами на какой-то машине тормозишь издалека но никак не остановить еще и сзади нападут потому что ты раньше тормозишь вот а так все принципе неплохо машин мало вот выручает мало машин удачи тебе сегодня спасибо и подумали вы забыли мы про пилотов про но нет пилот про конечно же был это мы тебя на заславский который сейчас тоже даст интервью кто-то может быть помнит что собирались мы брать интервью в день его дебюта но там что-то не сложилось поэтому сейчас проехал уже несколько гонок и мы наконец-то решили его опросить всем привет и так ну начнем с вопроса личного давно не интересует у тебя имя такое интересное откуда это итальянское что ну вообще да там есть корни итальянского то есть аматос итальянского это любимый любимчик родители так придумывали а то есть ты родился здесь просто я родился в москве да просто такое имя у меня а так у меня вообще азиатские горни а как тебя сокращенно например моти моти данный ясно а когда ты появился был вопрос максу олейнику где твой пилот он сказал он все равно не будет тебе интервью давать почему так сказал я я наоборот думал с я вам дам интервью потому что забыл все ходил ходил это олейник налить она он прикалывался чем-то вообще до мкс занимался где гонял ну я вообще начал волна ты на маяке много гонялась в этом вексе ездил вот юниоровскую серию а сейчас только мкс и еще сейчас не сейчас я все еду сейчас я еду мкс в миксе буду ехать свс еду то есть такие марафон ехал тоже вот начал ты не очень сильно но сейчас смотрю ты хорошо поднялся это тренировки накат это скорее всего просто больше опыта набираюсь все еду с быстрыми пилотами что-то у них беру как ты себя чувствуешь команде отлично все друзья все знакомые до пост строгий вот да не при приколизна расскажи о трассе машинах где-то будешь гонять сегодня ты уже был на тренировке и это я был тренировках но я здесь ехал тренировки до марафона когда здесь был марафон миксовский я 10 сам марафон ехал то есть как у меня здесь есть также я здесь одно время в газпром детям участвовал то есть так что накат на трассе есть на машинах этих тоже можно рассчитывать на хорошую позицию да буду надеяться буду стараться о том что говорят большинство машин нет тормозов ну есть такой момент да просто надо чуть сильнее чуть раньше что бывает да что еще остается и как флинстон рулем учила по приколу ну у тебя скажем так по возрасту карьера только можно сказать начинаю когда планируешь ли ты что-то посерьезнее там и 1 кг и мне кажется что картинг это больше как коби останется у меня и принципе это устраивает то есть я оставлю это как больше на второй план то есть я не собираюсь эти про всю свою жизнь сравнивать связывай точнее а так без нравится да но понимаю что это не прям то что мод не в жизни нужно прям вот кого ты на трассе считаешь своим прямым конкурентом кого бы тебе хотелось обгонять сюда прямым конкурентом но хотелось бы обгонять самый быстрый пилотов конечно же то есть ребят много ребят быстрее меня тоже достаточно на самом деле хотелось бы их из команды например из команды но это определенно вова ященко это мой друг лёша муки то есть вот они вот как бы с ним уже дну только знаю начал заниматься картингом сразу с ними подружился хочется их обгонять они быстрее они опытней что желаем тебе сегодня удачи да спасибо вот и все на сегодня такой небольшой дайджест у нас получился на этот раз спасибо что смотрели и увидимся теперь с вами уже на финалах будем смотреть как поедут пилоты на этой для многих новой техники все я с вами прощаюсь пока пока